Семья Это не только договор на бумаге, не только штамп в паспорте, не только общее имущество. Это все присутствует. Но, во-первых, это отношения. Это отношения взрослых со взрослыми. Это дети и отношения детей друг с другом и взрослых с детьми. Никуда от этого не денешься. Какими будут наши дети? Я уверен, что подобный вопрос должен был появляться и появляется у каждого из родителей. Что говорит по этому поводу Бог? Что зависит от меня? Независимо, вот я занимаю какое-то положение в семье, в церкви, в доме. Что от меня зависит? И зависит ли вообще что-то? Какие шаги от меня ожидает Бог для того, чтобы мне выполнить мою задачу? Вот об этом пойдет речь в тексте, который я сегодня хочу предложить нам для размышлений. Книга-притча, 6 глава, я прочту с 20 стиха. Притча, 6 глава, с 20 стиха. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни. Для начала я хочу, чтобы мы посмотрели на 23 стих, где некоторые, знаете, как утверждение, говорит автор, Соломон говорит. Он заявляет следующее, утверждает следующее, что заповедь – это светильник. Я думаю, вы понимаете, что светильник – это источник света. Ну вот лампочка, солнце, луна – это все источники света. И вот заповедь, мы понимаем, что здесь идет речь о заповеди отца в данном случае, но можно говорить и о заповеди Бога, как отца, это будет правильно. Так вот, она является как бы светильником. Это своего рода маяк, это ориентир. Дальше он говорит, что наставление – это свет. Наставление – это объяснение заповеди. Это свет. И дальше он говорит, что есть еще некоторые назидательные поучения, которые являются путем к жизни. Сразу скажу, как я понимаю, что это за назидательные поучения. Это объяснение, это практические шаги, это когда человек, который делится этими назидательными поучениями, имеет уже опыт в следовании за этим светом, в приближении к светильнику, в исполнении заповедь. Дело в том, что когда мы читаем Писание, я уверен, что в большинстве своих случаев это так, я сам с этим часто сталкиваюсь, мы похожи на того вельможу, который ехал с поклонения в Иерусалим на колеснице по пустынной дороге, помните, которому потом пристал Филипп по водительству Духа Святого и привел его к покаянию и крещению. И вот тут вельможа засвидетельствовал, что он читает, но не может применить прочитанное к своей жизни. И, видимо, читаемое им, он видел в этом ценность. Он понимал, что это то, что нужно применить бы в своей жизни, но как он не понимал. Он не понимал, как это вот работает. И нужен был человек, в данном случае Филипп, который подсказал бы ему, как это работает, что делать, какие шаги предпринимать. И когда Филипп подсказал, этот вельможа, когда увидел воду, он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Он увидел, как это работает. Он увидел. И вот в этом есть роль назидательных поучений. То есть должен быть тот, кто сможет поделиться практическим опытом, подсказать, как работает то, что человек видит в Священном Писании. И вот теперь самое интересное, друзья. Ну, для меня интересное в контексте этих рассуждений сегодня. Давайте посмотрим на 20 стих. К кому обращается здесь Соломон? Обращается автор этих слов. Он говорит, сын мой, сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Вот все, что сказал Соломон, все, что мы прочитали вот в этом отрывке, не только, но вот касательно этого отрывка, это он говорил в связи с ролью отца и матери в семье, в воспитании их детей. И он раскрывает тему добрых отношений в семье, а также говорит, дает ответ на вопрос, какими вырастут наши дети, что зависит от нас и какими могут стать наши дети. Давайте мы посмотрим, как развивает мысль здесь Соломон. Очень, мне кажется, он так интересно посмотрит на этот вопрос. Он говорит, сын мой, храни заповедь отца твоего. То есть заповедь исходит от отца. Братья, слышите? Мужья. Заповедь исходит от отца. Берем пример самого Бога. Бог, источник света. Он поделился заповедью с народом своим и Словом своим с нами. Можно эту модель, ну, со скромностью, со смирением, ну, переместить и на нас самих. Бог говорит, что отец в доме – это тот, кто должен определить ориентир и маяк. Отец в доме – это тот, кто должен указать, вот что правильно. Конечно, здесь на первую очередь выходит священное описание, а не мои какие-то хотелки. И вот обязанность отца проявляется в том, что он должен определить эту заповедь, поставить для своей семьи, для своей жены, для своего ребенка ориентир, какие принципы будут исповедоваться в этом доме, включая детей. Дальше идет наставление. Смотрите, как он говорит здесь. «И не отвергай наставления, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей». Ответственность матери. Ответственность матери, даже больше, можно сказать, наверное, как обязанность – это наставлять детей. И вот вопрос. В чем нужно матери наставлять детей? Как Соломон пишет? В чем мать должна наставлять ребенка в семье? А если вы посмотрите на текст, вы увидите ответ – в заповеди отца. «Сын мой, храни заповедь отца и не отвергай наставления матери твоей». Здесь Соломон рассматривает этот процесс устройства дома с точки зрения сына, как он должен реагировать. Но особенности видны, как он понимал, как дом должен быть устроен. Жена, мать, ее призвание в том, чтобы наставлять детей в заповеди отца. И жена, и муж, и мать, и отец выступают в этом вопросе как единое целое, когда не противоречат друг другу. Я думаю, что мать только тогда будет наставлять детей в заповеди отца, когда сама приняла эту заповедь как ориентир для своей жизни. Когда сама разделяет взгляд своего мужа. Опять-таки, я об этом скажу позже, это не значит, что попало разделять. Но есть определенные ориентиры, которые выставляет Священное Писание. И вот когда она сама приняла эту заповедь к действию, как руководство к действию, она искренне, по-настоящему будет способна наставлять в этой заповеди своих детей. Почему-то так складывается, что матери проводят с детьми больше времени, чем отцы. Ну, наверное, это нормально. Так мы видим, что в большинстве случаев так происходит. И вот от матери многое, что приобретают свои дети в дальнейшей жизни. И вот дальше выходит здесь, мы говорили уже о назидательных поучениях. Вот что это такое, назидательные поучения, где они берутся? Ведь по сути, как я уже говорил, это практические шаги, это практически чей-то опыт, это какие-то действенные подсказки, это когда можно подсказать даже ребенку и сказать, вот как нужно сделать, чтобы исполнить заповедь, как нужно поступить, чтобы исполнить то, что написано. Вот это вот и есть назидательные поучения. Так вот, откуда они берутся? Вот как быть настолько мудрым человеком, стать настолько мудрым человеком, чтобы знать, как подсказать на практике действовать своему ребенку? Как? Откуда? Ответ я вижу только один. Из личного опыта. Если ты в этом деле преуспеваешь, если у тебя есть наработки, если ты идешь путем повиновения, Слову Божьему, у тебя будет опыт. Ты будешь знать, как правильно поступить, как неправильно, и сможешь подсказать. Из личного опыта отца. Отца, который не просто определяет заповедь и говорит, вот все, то, что написано в Библии, это правильно. Или мы не будем врать, или мы не будем там еще что-то делать такое нехорошее, или будем делать... Он не просто говорит, что хорошо. Он сам это выполняет в своей жизни. И ребенок видит. Папа сказал одно, и то же самое сделал. Нет противоречия. Хочешь, не хочешь, дети нас наследуют. И из личного опыта супруги, которая тоже следует этой заповеди, и уже имеет свой опыт практически каких-то шагов. Поэтому ей есть, что подсказать своему ребенку. Особенно девушки, девочки. Потому что хочешь, не хочешь, но мы передаем своим детям модель поведения в семье. Наши дети, когда вырастут, они будут наследовать нас. Если, конечно, наши отношения не разрушатся, и они не захотят быть непохожи совсем. Отец, давший заповедь, но сам не следующий этой заповеди, едва ли будет поддержан женой в ее наставлении детям. Но и жена, не следующая заповеди мужа, не сможет научить детей, внимание, братья и сестры, послушанию Богу. У нее просто не будет назидательных поучений, достаточных, сильных, для того, чтобы ребенок захотел искренне быть послушным Богу, как личность личности. У нас может получиться, и это неплохо, приучить ребенка к церкви. Он будет идти комфортно себя чувствовать в лоне церкви. Я считаю, это уже большое достижение. Но этим не ограничивается наша ответственность как родителей. Мы призваны еще и к тому, чтобы передать детям личностные отношения с Богом. Вот на уровне личности с личностью. Не пусть они сами чему-то научатся, и сами как-то покаятся. Это наша ответственность, передать вот это. Ну, понятно, передать можно только то, что ты имеешь сам. Чтобы ребенок вырос не просто религиозным, не только знал дорогу в церковь, и опять-таки я говорю, что это уже достижение, если это получилось, но еще и научился послушанию Богу как личность личности, тут нужны скоординированные усилия как отца, так и матери. И Бог очень ясно объясняет в Священном Писании от кого что он ожидает, и от кого что требуется, и кого в чем благословить, друзья. Вот что интересно. Вот чтобы благословенной получилась семья, чтобы благословенной была, извините, я сейчас говорю в таком контексте, и церковь, каждый должен соответствовать своему какому-то предназначению. И Бог говорит, что в этом я тебя благословлю. Отец, не дающий заповеди и не выстраивающий ориентира, не выполняет задачи, поставленные Богом. Мать, пренебрегающая заповедью мужа, учит свою дочь непослушанию ее будущему мужу, а сына учит неуважению к отцу. Естественно, что она будет хотеть, чтобы дети не наследовали ее ошибок. Естественно, что она будет говорить, как правильно, как лучше должно быть в жизни ее чада и подсказывать правильные вещи. Но это будет теория, которую будет очень сложно применить на практике, потому что не будет вот этого самого назидательного поучения, подкрепленного личным опытом. Силы в этом не будет той, которая могла бы быть. Можно говорить правильные вещи, но так и не быть способными помочь человеку стать на этот путь. Когда папа и мама на своем месте, каждый в свою меру, и работают над тем, чтобы выстроить отношения друг с другом и с детьми по модели, которую предлагает в Священном Писании Бог, то в жизни детей обязательно будут результаты. И об этих результатах мы прочитали. Я сейчас их хочу еще раз вспомнить. Опять-таки напомню, что здесь Соломон как бы с точки зрения ответственности сына пишет эти слова. Но принципы, шаги здесь заметны, которые касаются и родителей в том числе. И вот смотрите, как он говорит, с 20 стиха мы читаем, «Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой». Вот здесь так вот поэтически он описывает результат. Что произойдет, когда вот отец определил заповедь, мать наставляет ребенка в заповеди отца. Когда есть вот эти вот работающие, назидательные поучения, он говорит, вот какой результат будет. Навяжи навсегда на сердце твое, обвяжи шею. Ничто не напоминает вам, друзья, чем обвяживают шею. Это украшение, это комфорт. Ребенок будет расценивать заповедь, которую он выносит из дома родительского, как украшение своей жизни. Вот о чем говорит здесь и к чему призывает здесь Соломон. Принципы папы и мамы, они станут какой-то особой личной ценностью. Когда ребенок уже выйдет из этого дома, он будет о них вспоминать, он будет о них размышлять, он будет просыпаться и к ним обращаться мысленно с своими, будет идти в дороге решать какие-то задачи, и эта заповедь будет руководить им. Вот так здесь говорит Соломон. Потому что, знаете, почему это будет происходить? Потому что он увидел, как эта заповедь работает. Он увидел, какое благословение, когда этой заповеди следует. Он увидел, какие отношения добрые получаются у мамы и у папы, когда каждый выполняет свою роль. И этому ребенку хочется, хочется, чтобы его семья была продолжением того, что он выносит из своего дома. Он видит, как это работает, потому что у него было достаточно назидательных поучений родителей в памяти. Причем не просто, знаете, есть, что такое опять назидательные поучения. Это что-то личное. Я делюсь своим опытом. Я не говорю, я сказал, так надо. Это не запоминается. Против этого бунтуют. Все бунтуют. И вы бунтовали, вспомните, когда были детьми. Мы всегда бунтуем, когда он говорит, как надо. А назидательные поучения, они как-то мягко прикладываются к нашей жизни, к нашему сердцу. Мы вспоминаем, как говорила бабушка, как говорила мама. Мы вспоминаем, что мы видели в семье своей. И хочешь, не хочешь, где-то это переносим в свою жизнь. И вот тут он говорит, что ты будешь сыну своему, говорит. Эта заповедь поможет тебе. И ты будешь видеть, как она помогает в твоих делах, в твоей жизни. И вот что интересно, когда уже у этих детей будут свои семьи, когда сын станет сам отцом, и его ответственность будет определять заповедь для своего дома, угадайте, на что эта заповедь будет похожа? На чью заповедь? Да, она будет адаптирована к каким-то своим реалиям, но основа будет взята с примера отца. Хочешь, не хочешь. Ведь эта заповедь, он видит, как она работает. Он знал, как она помогает. Какое в ней благословение. И когда дочь, наша дочь, сама станет женой или мамой, на кого она захочет быть похожа? Даже не то, что захочет, а у нее просто подсознательно где-то внутри. Это будет ее модель, ее поведение. На кого она будет ориентироваться? Она будет ориентироваться на слово своего нового мужа. Ее не надо будет очень сильно наставлять и учить, ей не надо будет бороться с собой так сильно, чтобы соответствовать тому, что написано в Священном Писании. Она будет готова быть послушной своему мужу. И как думаете, в чьей заповеди она будет наставлять уже своих детей? В заповеди своего мужа. Потому что она видела этот пример у своей мамы. Она вынесла это из своей семьи. Она этому научилась. Какими будут наши дети? Кажется, что это вопрос такой, знаете, какой-то отдаленный. Но мы каждый день даем на него ответ. По кирпичику вкладываем ответ на этот вопрос. И пока они маленькие, и когда они уже средних лет, там, ну, подростки, потом они перестают быть детьми. Это все отображение того, что мы вложили. Знаете, все мы выходим из детства с какими-то травмами. Вот травмы. Многие пришли в церковь совсем не с такими воспоминаниями о доме своем, о которых вот мы сейчас читаем, допустим, в книге в Священном Писании. Я из такого, ну, из такой семьи вышел, где я не могу сказать, что вот так все было устроено. Совершенно не так. Но, знаете, друзья, Бог настолько велик, что Он может нас исцелить. Вот какие бы раны в душе твоей не были, какие бы травмы, как бы ни сложилась твоя жизнь, какой бы негативный опыт ты в себе не нес, Бог может все исцелить для того, чтобы дальше ты был источником света. Его света. Нам нужно не мешать ему в этом вопросе. Может даже помочь, не сопротивляться. Церковь имеет схожее устройство, как и семья. И вот мы сегодня будем свидетелями устройства церкви, когда будут рукополагаться на служение братьям. Я вот хочу сейчас эту модель семьи перенести на церковь. Пастор церкви – это отец. Отец, определяющий заповедь. Понятно, что он берет ее из священного писания. Но он показывает, вот, вот это истина, которой мы следуем, как церковь, как семья. В больших церквях эта роль, эта функция, она коллегиальная, чаще всего. То есть много человек принимают решения, главное, касающиеся направления жизни церкви. Но, по сути, ничего же не меняется. Дальше идут служители, другие служители. Диаконы – это вторые, кому мы читаем в Священном Писании, кто идет, имеет особую ответственность в служении в церкви. И вот, если брать этот образ семьи, где отец определяет заповедь, то диакон, и не только диакон, любые другие служители, которые даже волонтеры, подвязающиеся единоразово в каком-то служении в церкви, призваны к тому, чтобы быть послушными заповеди отца. На них, если хотите, лежит роль матери. Матери для детей, для остальных прихожан. И вот здесь нужны вот эти, знаете, скоординированные усилия. Кто-то говорит, кто-то продолжает и несет это в жизнь. И тогда дети будут расти в здоровой обстановке. Тогда дети будут, прихожане будут становиться достойными христианами. В таких условиях действительно это получается и это происходит. И вот сегодня мы имеем хорошую возможность, я так думаю, хорошую возможность подумать, а вот кто я сегодня? Какое мое положение в доме, в семье, в церкви? Вот кто я? Что от меня ждет Бог? Может быть, я отец? А может быть, я мать? А может быть, я ребенок? И мне не нужно говорить, что мой мизинец толще чресового отца моего еще не время? Братья и сестры, это призыв, вот подумать, кто я? И пусть в этом нас благословит Бог, чтобы мы могли каждый достойно выполнить свою задачу, как дома, так и в церкви. Для славы Божьей. Аминь. Помолимся.